Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли происшествия из жизни. 0 часов 05 минут, 23 мая 2020 года, это настоящее чудо. Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли. Кадр. Castle Rock slash Columbia slash Cobble slash Shutterstock. Эта история начинается практически один в один, как аллегорический роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Шесть мальчиков, отправившихся в открытое море на маленькой лодке, выбрасывает на необитаемый остров. Но на этом сходство заканчивается. Если персонажи «Повелителя мух» разбились на враждующие племена, жаждущие уничтожить друг друга, то эти подростки сделали все наоборот. Лента.ру рассказывает их удивительную историю. История повторяется, мана заметил эти солнечные зайчики первым точнее. Понял, что это не просто свет отражается от какой-то зеркальной поверхности напоровшегося на риф корабля. Судно «Фукумару-7» прочно сидело на мели, состоящее из вулканического камня, и его уже постепенно начали захватывать кораллы. До ближайшего населенного пункта на берегу было 400 километров. И этот солнечный зайчик, который заметил мана, несомненно был криком о помощи. Правда, команда корабля «Ата», на котором находился мана и его друзья, тогда ничего не могли предпринять. Они пришвартовались у рифа Миддлтон, спасаясь от шторма, и единственное, что могли сделать сейчас, отдохнуть и переждать непогоду. Звездочка, 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 и пока мана с командой спят, стоит рассказать, как они вообще оказались у того самого рифа. Дело в том, что владелец и капитан «Ата» Питер Уорнер очень любил приключения. А риф, который полностью покрывала вода во время прилива, показался ему интересным объектом исследования. Кроме того, в Тасмановом море недавно пропала крупная яхта, и Уорнер думал отыскать ее следы. Впрочем, интерес капитана был далеко не праздный. Совсем недавно «Ату» отремонтировали и полностью переделали, она стала на 6 метров длиннее. Поход к рифу Миддлтон казался отличным испытанием для корабля. Звездочка, 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 чуть позже, в тот день, когда ветер и дождь стихли, Мана решил пересечь риф. Он неспешно шел по его поверхности, поминутно останавливаясь, чтобы перекусить свежими моллюсками, которых здесь было множество. Мана было сложно поверить, что кто-то в таком плодородном месте может быть поставлен на грань голодной смерти. Тем не менее, добравшись до Фукумару, он обнаружил на борту судна четырех истощенных моряков, последний коробок спичек и подходящий к концу запас воды. Кадр видео. ABS News, Australia, YouTube. Для японских моряков в тот день все кончилось хорошо. Они провели на коралловом рифе шесть недель, питаясь консервами и сырой рыбой. Это было лето 1974 года. А та еще не раз спускалась в путь под руководством Питера Уорнера, с командой, состоящей из аборигенов архипелага Тонго, которые не понаслышке знали, каково это провести на необитаемом острове не шесть недель, а почти полтора года. Звездочка, 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 в мае 2019 года в газете австралийского штата Новый Южный Уэльс. Echo Daily. Было опубликовано объявление, старый морской волк Питер Уорнер приглашает общественность в клуб яхтсменов. На презентацию автобиографии. Рассказать действительно было о чем и о том, как ата был распилен пополам, а потом восстановлен на местной верфи, и о плаваниях на маленьких суденышках к берегам Новой Зеландии и Китая, и о победах в многочисленных морских регатах. Я приглашаю всех, говорил Питер. Вы можете расспросить меня, старика, о чем угодно. Это будет вечер истории, я хочу со всеми поделиться своими воспоминаниями и байками. Уорнеру, которому на тот момент было 88 лет, действительно было о чем рассказать и прежде всего о том, как и где он познакомился с Мана. Выжившие, мы боялись, что ты забыл нас, теперь мы живы. Мы больше не те мальцы, потерпевшие кораблекрушения, говорит Сионе, один из шестерых мальчишек, которые провели на необитаемом острове Ата в Тасмановом море долгие 15 месяцев. Остальные смиренно стоят на коленях и молятся. Один из них Мана. Их выбросило сюда, когда Сионе и его одноклассники решили бежать из школы Святого Андрея на острове Хаафева, куда глаза глядят в июне 1965 года. Мальчикам было от 13 до 15 лет. Маленькая лодка, которую они позаимствовали, а по-настоящему, конечно, украли, у местного рыбака Таниэла Ухила, разбилась о скалы Ата, и они, изувеченные, но живые, оказались там, куда в течение долгого времени не ступала нога человека. Они взяли с собой две связки бананов, несколько кокосовых орехов, газовую горелку и даже не потрудились сделать запасы питьевой воды. Путешественники надеялись доплыть до островов Фиджи или берегов Новой Зеландии, но поскольку были неопытными мореплавателями, заснули ночью, а проснулись от того, что море разыгралось не на шутку. В панике они попытались поставить парус, но его быстро унесло штормовым ветром, а руль у хлипкого суденышка сломался. Кадр видео. 1-2 так и получилось, что следующие 8 дней они провели в открытом море, без воды. Выжили мальчики только потому, что догадались собирать дождевую воду в скорлупу кокосовых орехов и строго дозировали ее прием. Каждый мог отхлебнуть по глотку утром и вечером. На восьмой день они увидели берег острова Ата, который был необитаемым с тех пор, как в 1863 году сюда приплыл рабовладельческий корабль, захвативший половину местных туземцев в рабство. Остальное население вскоре бежало на материк. Мальчики оставили свою получившую пробойную лодку и 36 часов плыли к берегу, изнемогая от усталости и хватаясь за плавающие в воде доски и коряги, чтобы отдохнуть. Остров Ата мало походил на идиллический тропический рай с белым песком и пальмами, в тени которых можно беззаботно провести всю свою жизнь. Высота скал, которым они выплыли, составляла более 300 метров. Птицы, которые гнездились на скалах, стали для юных островитян и едой, и источником влаги на первое время. Они ловили их, забивали, пили их кровь и ели мясо, а также ловили рыбу в море. Другой пищи найти они не смогли, как и пути наверх. Не было и возможности развести огонь, поэтому свою добычу они ели сырой. Первым пристанищем на ночь стал выступ скалы, под которым они спрятались. Лишь через несколько дней мальчики построили хижину из деревяшек, которые приносило море. Сионе вспоминает, как они боялись прибоя, опасаясь каждый раз, что он захлестнет и унесет их в океан. Подростки пытались найти путь наверх, но это у них долго не получалось. Борьба со стихией продолжалась в течение трех месяцев, и только примерно на сотый день они обнаружили тропинку в скалах. Мальчишки три дня пытались взобраться наверх по скалам, но каждый раз их попытки оканчивались неудачей, и приходилось искать другую дорогу. Но все же им удалось подняться наверх, и здесь началось то, что Жюль Верн мог бы взять за основу очередного романа. Мальчики устроили на острове небольшую коммуну с огородом, выдолбленными стволами деревьев, в которые собирали дождевую воду, спортплощадку с весами, изготовленными из подручных материалов, полем для бадминтона, загонами для кур и огнем, которые они поддерживали круглые сутки, вспоминал Питер Уорнер. Все это они сделали при помощи своих рук, старого ножа и силы воли. Мальчики поселились на вершине острова, в жерле потухшего вулкана, там, где жили когда-то аборигены. Здесь они нашли банановые пальмы и одичавших кур, которые за сто лет расплодились в большом количестве. Кадр видео. EBS News, Australia, YouTube. Шесть юных робинзонов не просто старались выжить на острове всеми силами, они придумали собственные ритуалы и развлечения, которые помогали скрасить им жизнь. Например, один из них соорудил из деревяшки, половины скорлупы кокосового ореха и проволоки, которая была на их лодке, импровизированную гитару. И каждый день они начинали с песней и молитвы. Их быт был совершенно не похож на тот, который описывал в своей книге повелитель мух Уильям Голдинг. По замыслу писателя, мальчики после кораблекрушения, попавшие на необитаемый остров, вскоре разделились на враждующие племена и начали убивать друг друга. Но танганские подростки проявили недюжинную сознательность, их редкие ссоры не приводили к вражде, ведь на такой случай у них был разработан протокол, согласно которому конфликтующие стороны обязаны были взять тайм-аут и помириться. Когда один из мальчиков упал с обрыва и сломал ногу, остальные пять спустились за ним, втащили обратно и соорудили из веток шину, благодаря которой его кости срослись, и он снова смог ходить. А пока он лежал и не мог выполнять свои обязанности в коллективе, остальные взяли его работу на себя. Возвращение здесь их и обнаружил Питер Уорнер, который проплывал мимо острова на своем судне в сентябре 1966 года. А та привлек его внимание, и мореплаватель решил взглянуть на него поближе. К его удивлению, остров оказался вовсе не необитаемым, как он думал поначалу. Когда его корабль приблизился к берегу, Уорнер заметил, как с обрыва в воду прыгнул практически обнаженный длинноволосый парень и поплыл ему навстречу. За ним следовали пять его товарищей. Поднявшись на борт, они рассказали Уорнеру свою удивительную историю, а тот немедленно связался по рации с властями Нукуаловы, столицы королевства Тонго. Через 20 минут радиомолчания оператор, чуть не плача, сказал, вы нашли их. Этих мальчишек все считали мертвыми, уже и погребальные церемонии провели. Если это они, это настоящее чудо. Казалось бы, на этом злоключения юношей должны были закончиться, а их семье отпраздновать воссоединение с сыновьями, которых давно считали умершими. Однако в Нукуалове их встретили полицейские, и подростки оказались в тюрьме по обвинению в краже лодки Тониэла Ухилы. К счастью, Питер Уорнер снова пришел к ним на помощь, заплатив рыбаку 150 фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба. Питер Уорнер кадр, видео. ABS News Australia slash YouTube. Большая надежда. Эта история не выдумана и задокументирована, хотя и не слишком широко известна. Есть черно-белый документальный фильм, снятый через несколько лет после спасения танганских мальчиков с острова Ата, в котором они возвращаются на тот клочок суши, где провели долгие 15 месяцев, и рассказывают о своих приключениях. Есть автобиография Питера Уорнера, которую он опубликовал в 2019 году. О мальчиках, удивительные приключения которых начинались как в романе «Повелитель мух», а закончились совершенно по-другому, вновь заговорил весь мир благодаря историку Рудгеру Брегману. На днях вышла его новая книга человечества, и история подростков, оказавшихся на необитаемом острове, не переругавшихся, не перебивших друг друга, а построивших коммуну, основанную на доверии и взаимопомощи, играет в ней ключевую роль. Изначально Брегман писал об идее базового гарантированного дохода, согласно которой государства могут регулярно выплачивать своим гражданам определенные суммы денег и таким образом искоренить бедность. Сейчас историк уверен, что люди не потратят их на алкоголь или наркотики, а вложат в реализацию творческих проектов или используют для повышения квалификации и поисков новой работы. Но в попытках убедить читателей, да и самого себя, что это действительно так, Брегману в результате пришлось несколько изменить концепцию книги. Перед ним стояла задача доказать, что человечество в целом состоит не из ленивых и эгоистичных индивидуумов. И история танганских мальчиков как нельзя лучше эту идею иллюстрировала. Михаил Карпов Продолжение следует...